Я Наталья Некрасова и сейчас представляю вам новое изделие майку Змейка Уверена, что она придется по душе всем любителям машинного вязания Потому что это абсолютный авторский креатив И это точно понравится тем, кто не любит типовые стандартизированные изделия При вязании этой майки ставилась основная задача избежать сложностей Каких-то программ, сложных расчетов, выкроек Поэтому справится с ней даже самая начинающая вязальщица Если ваш уровень вязания таков, что у вас просто не слетают петли с машины Значит вы точно сможете повторить эту майку Для вязания не нужны никакие дополнительные приспособления Здесь не применяются ни ажурная каретка, ни лекальник, ни перфокарты Никакие другие инструменты, которые не входят в комплектацию абсолютно любой вязальной машины И да, эта майка полностью связана на одной фантуре Я не даю единую выкройку на все типы размера Ее просто нет, невозможно подогнать это вязание под какую-то стандартную выкройку Есть упрощенная схема, потому что вязание змейками выполняется частями Это как вязание кружева на коклюшках И в момент сборки мы корректируем посадку на каждую фигуру планками по горловине и по проймам Поэтому не бойтесь, что вы не справитесь Это изделие выглядит гораздо сложнее, чем вяжется Ну или вяжется гораздо проще, чем выглядит Узор змейки имеет очень большое отверстие Поэтому заранее планировалось, что носить ее будем на хлопковый топ или майку Понятно, что летом оба изделия должны быть достаточно легкие Поэтому при вязании я использовала тоненькую пряжу слонемская, 1500 метров 100 граммов Майка получилась невесомая, ее вес на 46 размер всего 100 граммов И для того, чтобы подчеркнуть перемену направления вязания, я ввела второй цвет Именно сочетание этих двух цветов дает такой интересный эффект, такую расцветку Обычно при вязании двух цветов стараются максимально скрутить слои, чтобы получить ровненький меланж Но здесь другая ситуация Желательно, чтобы нити подавались параллельно и при вязании создавали резкие полоски И именно эти полоски отлично подчеркивают сгибы змейки И необычный эффект, и не нужно подыскивать определенный цвет пряжи При вязании я использовала темный и светлый цвет Для того, чтобы можно было носить и на голое тело, и на светлую, и на темный чехол И в обоих случаях майка не сливается с подложкой Майка змейка получилась очень женственной и очень нежной Но, к огромному сожалению, женственный стиль начинает забываться И нас постепенно приучают вязать и носить бесформенные, бесполые, безвозрастные вещи И мужу, и жене, и детям всем по одной схемке Но согласитесь, что не все любят бесформенный квадратный унисекс Особенно летом очень хочется выглядеть женственно Посмотрите, сколько женщин вокруг носит платье в пол Именно поэтому мы при вязании майки змейкой предусмотрели возможность сделать ее Не только в виде майки, но и в виде длинной туники Или даже платья с разрезами Потому что у майки вязание долевое И состоит оно из двух частей Со швами по бокам и по переду и спинке Длина и ширина ничем не ограничены Вяжите платье Основная изюминка майки Сохранить максимальное количество змеек в лямке А не просто механически закрыть петли горловины и проймы Не хотелось бы, чтобы наше изделие выглядело, как будто его вырезали из цельного куска прямого полотна и обработали белькой Схождение змеек подчеркивает ручную работу И обратите внимание, ширина змеек постепенно сужается к линии плеча и резко расширяется по спинке Если бы мы так не сделали, у нас была бы или слишком широкая лямка Или на лямку приходилось бы всего одна змейка А это совершенно неинтересно и выглядело бы так, как будто или не знают, как делать по-другому Или экономят время на каждой операции В мастер-классе я показываю, как рассчитать ширину и высоту лямки Но если вы ошибетесь и получите слишком узко, мы легко подкорректируем интересный отдел пистона Пистоны идеально подходят к этому узору И я показываю очень интересный, необычный и облегченный способ вязания пистона Пистон это накиды Обычная стандартная вязальная машина легко выполняет 5-6 накидов Вязание майки я использую 26 рядов Можно было и больше, но чем больше рядов пистона, тем шире отделка Здесь это просто уже не нужно Мастер-класс очень подробный, насыщенный и информативный В нем вы узнаете, как вязать прямую змейку с разным количеством петель Это ширина нашего изделия Как по отдельности увеличивать длину и ширину каждый змей Это сужение и расширение лямки Как на узоре змейки вывязать круглую горловину и круглую пройму И как потом эти проймы и горловину обработать фистонами Как на узоре змейки выполняется выточка для идеальной посадки Да-да, выточка здесь тоже есть Как соединить детали бусинами Много информации, которая не вошла в этот перечень И если наше изделие вас заинтересовало и вы хотите связать мои кузмейки Все подробности смотрите под этим видео Если возникают вопросы, пишите нам на почту, она тоже под этим видео И если в процессе вязания у вас возникнут вопросы или нужна будет консультация Я с удовольствием вам помогу